Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать, как установить автоматический выключатель на электрический провод. Мне это пригодилось для моей микроволновки. В инструкции по микроволновке написано, что она должна быть отключена от сети каждый раз после ее использования. Я поставил автомат. Так что нам понадобится для нашей работы. Во-первых, это перфоратор для того, чтобы персверлить к стенке автоматический выключатель. Во-вторых, это сам автоматический выключатель и его крепление. Его можно приобрести на рынке. В-третьих, это канцелярский нож либо кусачки для того, чтобы зачистить провода. Ну и, конечно же, отвертки для того, чтобы собрать автоматический выключатель и закрутить все болты. Итак, расскажу вам, как я это сделал. Разбираю и показываю, что внутри. Итак, что мы видим внутри нашего автоматического выключателя. Коробка это чисто декоративная вещь. Это провод земля. Земля у нас, в принципе, не используется. Дом старый и он не заземлен. У нас используется фаза. Это коричневый провод и ноль. Это синий провод. Ноль я просто смотал, сделал обыкновенную скрутку и перемотал изолентой. А фазу пропустил через автоматический выключатель. Как это делается? Чтобы снять автомат, нужно вставить отвертку в специальное ушко вот сюда и немножечко отодвинуть. Щелк и автомат снимается с гендрейки. Для того, чтобы вставить провода сюда, нужно здесь раскрутить вот эту вот гаечку. Раскручиваете гаечку и достаете провод. Получается, что автомат у нас стоит только на одном проводе. Для того, чтобы ток прошел и попал на микроволновку, у нас не должно быть разрыва на двух проводах. Конечно, где в розетке фаза, где ноль, это, в принципе, понятие не постоянное, но для микроволновки это не важно. Важно разрывать какой-нибудь один провод. Если вы знаете в вашем оборудовании точно, где у вас будет фаза и где у вас будет ноль, то разрывать нужно всегда фазу. Крепление держится на стене при помощи двух дюбелей. Вот один дюбель, вот второй дюбель. Размечаете два отверстия, присверливаете сначала пластмаску. После этого приводите все операции с вашим автоматом. Разрезаете провод пополам, один провод заматываете изолентой, либо можно установить два таких выключателя и тогда два выключателя провести через два автомата. Я разорвал один, скажем так, сэкономил. После этого автомат можно ставить обратно. Делается это так. Мы его сюда ставим и он туда просто вщелкивается. Все предельно просто. После этого одеваем крышечку обратно и вуаля у нас все готово. Когда автомат собран, мы можем спокойно подавать питание на наш автомат. Вставляем в розетку, включаем автомат и питание пошло на микроволновку. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале и вы увидите еще очень много полезного интересного видео.